Итак, у Бога есть замысел. А теперь давайте обратимся к развернутой схеме. Предлагаю вам ее в качестве эвристического инструмента, то есть того, чем можно пользоваться для добычи необходимых знаний. Это многоуровневая схема, каждый уровень которой отражает степень детализации. Исходя из этого, если вам нужна история на мега-уровне, Божий замысел, его композиция и внутренние взаимосвязи, то выглядит она так. Это Божий народ в назначенном Богом месте, под Божьей властью, живущий по установленным Богом законам, Божьим святом присутствия, как я и описывал ранее. У Бога есть замысел, есть план, который требует определенных взаимоотношений и определенного порядка. Но как же он реализуется? На следующем уровне, уровне большей детализации, мы видим более подробную картину развертывания этого плана. И здесь мне во многом близок Джон Стот. Он написал очень полезную книгу по этике, которая называется «Проблемы современных христиан». Не знаю, под каким заголовком она вышла в Америке, но уверен, это вполне можно выяснить. Так вот, в данной книге целая глава посвящена теме определения библейски ориентированного мировоззрения. Автор говорит, если мы хотим мыслить по-библейски, нам следует рассуждать в терминах сотворения, грехопадения, искупления и исполнения. Ибо, исходя в своих размышлениях из вышеперечисленных категорий, мы охватываем весь библейский сюжет, библейскую историю, нарратив. Двигаясь от бытия к откровению, мы двигаемся от сотворения, далее к грехопадению и через искупительный план к конечному исполнению замысла. Более подробную картину, однако, нам дает микроуровень. Так, в сотворении мы видим определенную структуру, модель. В зачаточной форме она присутствует уже в Эдемском саду. В частности, в книге «Бытие» 1 и 2. Мы видим Божье место, мы видим Божье правление, мы видим Божий народ, мы видим предписанный Богом образ жизни, мы видим, как они живут в Божьем присутствии, окруженные Божьей любовью. «Бытие» 1 и 2. Модель устройства в Эдеме. А потом, как известно, происходит грехопадение. Понятие «грехопадение» заключено уже в самом термине, во всяком случае в латинском языке. Именно оно стало основой для формирования понятия «греха» в английском. А термин выражает его суть. Предложил его Августин, который впервые обозначил данное понятие как «грехопадение», еще в 4-5 веках. С тех пор данное понятие считается богословской категорией. Итак, то, что мы наблюдаем в грехопадении, в «Бытие 3» и далее, это отказ от Божьей модели. Божье правление отвергается, оно встречает протест. В результате человек лишается святого Божьего присутствия. Помните образ колесницы и огненных мечей? На схеме я попытался обозначить это пунктиром. Обратите внимание на нижнюю ее часть. Исполнение Божьего замысла. Как будто это обратный отсчет. в терминах, в категориях падшего творения. Особенно в «Бытие 3.11». И здесь нам особенно пригодится эта вторая схема. Давайте к ней обратимся. Я позаимствовал эту схему у Голдсуорси. Данная диаграмма, данная схема, охватывает все поколения от Адама до Авраама. «Бытие 1-я глава-Бытие 11-я глава». Если вы обратите внимание, то при внимательном прочтении упомянутых глав книги «Бытие» становится совершенно очевидно, что в жизни есть два основных пути. в соответствии с Божьей волей и вопреки ей. Есть путь Каина и есть путь Сифа. Помните, Каин убил своего брата Авеля, поэтому прямая родословная линия прерывается. Однако с Сифа начинается так называемая благочестивая линия, которая достигает своего пика в личности Авраама, десятое поколение после Ноя. Таким образом, перед нами два образа жизни. Мы видим тех, кто оказывается вовлеченным в божественный замысел, то есть положительную сторону, и тех, кто оказывается за его рамками. Это два способа реализации основной идеи. То, что характеризует библейскую историю с самого ее начала, с третьей главы книги «Бытие». И это интересно было бы проследить, чем, собственно, и занимается библейское богословие. То, что входит в его предметную область, две жизненные позиции, начиная с Бытия 3. Мы же отметим лишь самые яркие моменты. Представляю себе израильский народ, собранный в долине на земле Моавицкой, спустя несколько столетий. С какими же словами обращается к ним Моисей? Здесь звучат «благословения», произносимые с горы Горизим, но звучат и проклятия. С горы Гевал. Книга Второзакония 28, а точнее 27 и 28. Моисей призывает израильский народ выбрать свой путь. Он призывает израильтян выбрать, кому служить. Этих пути два. Обращаясь к нагорной проповеди Иисуса Христа, опять-таки, столетия спустя, вспомните, что является ее кульминацией. Иисус говорит о двух способах строительства, не так ли? Матфея 7, 24-27. Строить можно на камне, а можно на песке. Можно строить так, что если пойдет дождь и разольются реки, дом устоит. С другой стороны, можно строить так, что он упадет. Здесь звучат намеки на судный день, заключенные особенно в образах дождя, воды, ветров. Для нас же в данном случае интересна мысль о двух способах, о двух путях, которые, в свою очередь, определяются тем, доверяешь ли ты Христу, послушен ли ты Ему или нет. Два способа жизни вновь озвучиваются Христом. Появляются они и в самом конце Библии. В книге Откровения 22 и 21 есть те, кто находятся внутри стен небесного Иерусалима, сошедшего с небес, как есть и те, кто остается снаружи, не имея с ним части. Два пути. На схеме я попытался изобразить этот отказ от Божьей модели с помощью пунктирных линий. Кто-то принял ее, а кто-то отверг. Повторно возвращаясь к нашей развернутой схеме, отметим отказ от Божьего замысла, грехопадение, а далее последовательно совершающееся искупление. Наиболее яркие моменты здесь обетования, данное Аврааму в бытие 12 и ход его исполнения вплоть до Бытия 50. Итак, если эта модель дана нам в зачаточном состоянии в Эдемском саду, идеальная модель, книга Бытие 1 и 2, то она отвергается в Бытие 3 и далее. В Бытие 12-50 мы читаем о Божьем обетовании Аврааму. И заключалось оно в том, что Бог обещал произвести от Него великий народ. «И благословятся в Тебе, говорит Бог, все племена земные. Я благословлю благословляющих Тебя и злословящих Тебя прокляну». И снова два пути. Бог занят восстановлением творения и его порядка. Авраам же является при этом ключевой фигурой. По сути, друзья, если вы не поймете, в чем заключается суть первых пяти стихов 12 главы книги Бытия, то и Библию, как мне кажется, вы вряд ли поймете. Столь высока значимость этого обетования. Обетования, данные Аврааму, исключительно важны. Неудивительно поэтому, что в трех книгах Нового Завета именно Авраам приводится в качестве примера подлинно верующего человека. Павел говорит о нем в Римлянам 4. Послание к евреям. Имя Авраама звучит в 12 главе. Иаков говорит об Аврааме во второй главе своего послания. И если не понять этого великого обетования, а более глубоко и детально мы будем изучать его несколько позже, то, повторюсь, и восприятие более широкой картины будет искажено. Это обетование касается всего народа, потомков Авраама. Та же самая модель, Божий народ живет под Божьей властью, по Божьим установлениям, в Божьем присутствии, распространяется ни на одного человека, ни на семью, и даже ни на клан, а на весь израильский народ. А это в конечном итоге требует ничего иного, как собственной земли. Вспомните, например, повествование колодца из книги «Исход», главы 1 и 2, книга Паралипоменон, 36. Если следовать канону еврейской Библии, или Малахии 4 в каноне Ветхого Завета современной Библии. Здесь данная модель раскрывается в контексте истории израильского народа, в толковании пророков, ранних пророков, авторов книг «Царств» или поздних пророков, книги Исаии, Иеремии и так далее. На данном этапе для нас важна общая картина. Детали мы обсудим позже, на последующих занятиях. Разумеется, в человеческих действиях мы обнаруживаем определенную повторяемость. Так согрешил не только Адам, но и другое детище Божие, которое произошло от Адама, то есть Израиль в целом. Причем делает он это грандиозно в земле обетованной, как в Северном Царстве, так и в Южном. Однако пророки видят не только грехопадение. Они видят и новый день, когда великие обетования Божие, данные Аврааму, подтверждаемые в истории израильского народа таким людям, как Давид, достигнут своей кульминации в новом мире, где будет новый храм и новый Давид и помазанник Божий Мессия, в котором и исполнятся все обетования. Это будет новое небо и новая земля, новый ландшафт. Все эти пророчества звучат на фоне греха израильского народа, на фоне, если хотите, несостоятельности второго Божьего чада. Но через все это Бог вершит свой замысел искупления. Он исполняет Свои обетования, привлекая к этому процессу всех верных Слову Божьему, открывая двери в будущее, уготованные Его народу, пока не наступит та фаза истории спасения, когда Божий Сын будет стоять уже на нерушимой платформе. Новый Адам, подлинный Израиль, который хранит верность Богу, невзирая ни на какие искушения, который не грешит в пустыне. Во Христе отражен Божий замысел с ключевой фигурой в центре. В нем и Его Церкви мы видим собранный во имя Христа Божий народ, Новый Израиль. И в конечном итоге надежду жить в новом мире, с новой землей и новым небом, где они будут подлинно Божьим народом, живущим под властью Божией в соответствии с установлениями Божьими, в святом присутствии любящего Бога. И это мы будем обсуждать на дальнейших занятиях. Там, где этот народ будет ни много, ни мало оподобен Христу, будет отражать Божий образ, как Ему это и подобает. Итак, начиная с Матфея 1 до Откровения 19 раскрывается обсуждаемая нами модель, если вы следите за схемой Иисуса Церковь, и достигает своего апогея, своей кульминации в христианском уповании. Искупление же, как развязка, проявляется в сотворении нового неба и новой земли. Окончательное исполнение Божьего замысла. Мы движемся от бытия, сотворения, к губительному грехопадению, далее искупительный план и к окончательному исполнению замысла Божьего, кульминирующему в книге Откровения 21 и 22. В форме ничего иного, как новой земли и нового неба. образ конца света это образ Божьего народа в Божьем месте, живущего под властью Божьей и по Его законам, в Его святом присутствии. И вместе с тем есть сюжет, есть сроки, есть нарратив. Что касается развития событий от бытия 1 до Откровения 22, то оно представлено на диаграмме внизу страницы. Схема 1, где мы движемся от сотворения неба и земли в бытие 1 к сотворению нового неба и новой земли в книге Откровения 21 и 22. Исполнение Божьего замысла непременно требовало пришествия Христа и Его крестной смерти, символизируемой крестом, который отделяет Ветхий Завет от Нового. Закон Пророки и Писания с одной стороны и Новый Завет с другой. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com И это, в частности, отражено на третьей схеме. Она представляет собой общую канву истории Ветхого Завета вплоть до Новозаветного периода. Ключевой фигурой здесь снова выступает Авраам примерно 18 век до нашей эры. Далее Моисей, Давид и знаменательное время 922 года до нашей эры, когда произошло разделение Израиля на Южное и Северное царство. Северное царство в конечном итоге попадает в плен в 722 году, а Южное оказывается в Вавилонском пленении с 597 по 586 годы. Впоследствии Бог приводит этот народ в землю обетованную. Обратите внимание на то, что разные вехи истории израильского народа ассоциируются с разными пророками. Затем мы подходим к эпохе Нового Завета. Вступаем в так называемый Межзаветный период и потом переходим непосредственно в Новый Завет. Вот что об этом говорит Грэм Голдсорси. Он говорит, не стоит надеяться понять, как Ветхий Завет вписывается в контекст всей Библии без некоего общего представления об истории Ветхого Завета. И решение здесь немгновенно переходить к изучению учебников по истории израильского народа. Это стоит оставить на потом. Начинать необходимо с общей картины библейской истории, общего обзора, который покажет нам развитие основных исторических событий. И это можно осуществить, это можно легко выполнить простым осознанием общей конвы исторических событий в Библии. Даже несмотря на то, что это не самое первое впечатление читателей, погрязших в книге царств, если вы понимаете, о чем я. Итак, это простая схема, которую я позаимствовал из его книги, одной из его книг. По словам Голдсорси, он узнал о ней от одного из своих преподавателей. Она, как ему кажется, прекрасно отражает общий ход ветхозаветной истории. Упрощенный характер данной схемы оставляет место для подробностей и деталей, выделяемых в процессе изучения Ветхого Завета. Исключительно важно понять, что без чувства исторического развития и знания взаимоотношений между принципами, событиями и персонажами, понять Библию будет крайне трудно. Авторы книг Библии неустанно подчеркивают Божьи действия в истории человечества. Бог действует не фрагментарно, своевольно или произвольно, а сообразно единому целенаправленному развитию истории человечества. Библия это не совокупность абстрактных идей или представлений или даже сформулированных доктрин, но изумительное единство истории спасения и снова та же самая идея. Если до сих пор вы не пытались нарисовать общую картину ходу развития библейской истории, пришло время сделать это. Предлагаю использовать уже имеющиеся у вас конспекты в совокупности с кратким обзором библейской истории, который входит в содержание многочисленных книг. Возможно, полезно указать и на то, хотелось бы закончить цитату, что иногда важно разграничивать исторический план Библии и варианты воссозданной библейской истории, предлагаемой разными историками. Многие историки полагают, что это возможно, если только проверяют свои гипотезы внебиблейскими источниками и данными. Однако здесь перед нами задача не проверить подлинность библейского повествования, а восстановить ход исторических событий, как они представлены в Библии. Этим и занимается библейское богословие. Оно пытается понять Библию на основании самой же Библии. От бытия до откровения. Друзья, далее на наше занятие по курсу прошу вас приносить с собой эти схемы, ибо мы будем исходить из предположения, что вы уже с ними знакомы. Изучение отдельных тем, будь то обетование или мессия, будет проходить в рамках контексте схемы 1 при условии понимания схемы 2 и двух путей, а также схемы 3 общего хода развития исторических событий Библии. Продолжение следует... Библии.